Поджоги авто в последнее время для Иванова не редкость. Сегодня ночью на улице 5-й Березняковской областного центра загорелись две машины. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 2 часа ночи. Уже через 7 минут к месту вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны. Еще через 5 минут данные автомобили были потушены. По результатам было установлено, что горело два автомобиля, это «Газель» и «ВАЗ-2106». В результате пожара никто не пострадал. Будет проведено следствие, которое установит причину возгорания. И вроде обычный, ничем не примечательный пожар, если бы ни одно обстоятельство. Владелец полностью выгоревшей маршрутки Алексей Большаков, руководитель профсоюза «Автобус». Со слов пожарных мужчина узнал, что, скорее всего, «Газель» вспыхнула не сама. В этом ей помогли. Возгорание было в салоне. Точно определить, какое место салона они не могут, но то, что в салоне загорелось. И вторая точка возгорания была на колесе, на переднем левом колесе. Потому что, как бы, капотный отсек не сильно пострадал. Ну, пострадал, сгорел, но не такие повреждения, которые бывают при сгорании капотного отсека, моторного отсека. А основное, вот сгорело левое колесо, оттуда шел первый очаг сгорания и салон. Мотивы уничтожения его имущества Алексей видит два. Его предпринимательская деятельность на рынке пассажирских перевозок и общественная. Под его руководством не так давно было выиграно судебное дело против Комитета по транспорту. Но пока это только предположения. Связываю это дело больше всего из-за моей деятельности по защите прав перевозчиков, своих лично и других перевозчиков. Раньше мне, как бы, высказывались уже угрозы физической расправой. И вот эти угрозы сейчас, так сказать, материализовались. Ситуация, так сказать, серьезная. Как бы, опять возвращаются 90-е годы, возвращаются маршрутные войны. Сдаваться мужчина не намерен, хоть и всерьез опасается. Что от угроз и поджогов транспорта недоброжелатели перейдут непосредственно к причинению вреда здоровью. Но зато это в красках иллюстрирует ситуацию на рынке маршрутных перевозок, если чиновникам все еще нужны доказательства маршрутных войн.